Добрый вечер, друзья. Спасибо, Артем, за представление. Артем меня уже представил. Собственно, я лингвист, я занимаюсь исторической лингвистикой. Прежде всего, я занимаюсь историей тюркских языков и в особенности чувашного языка. Соответственно, если человек занимается историей чувашского языка, он также неизбежно должен начать заниматься и соседними языками. А среди соседей чувашского языка, как мы знаем, в основном пеногурские языки. Сегодня мы поговорим об этнической и, прежде всего, языковой истории взаимодействия с одной стороны пеногург и с другой стороны булгар. Булгары, то есть этот термин я сейчас употребляю в несколько широком смысле. То есть под булгарами мы понимаем группу тюрков, которые первыми отделились от протюркской общности, существа вашей Центральной Азии, и первыми из тюрков добрались до Европы. Еще в первые века нашей эры, ну, может быть, ближе к середине первого тысячелетия нашей эры. И в языковом отношении эта группа тюрков представлена, ну, не только одним народом, чувашами. Сразу оговорюсь, что основной акцент в моем выступлении будет сделан на контактах в регионе Волга-Камья с отдельными отступлениями, но тем не менее. И таким образом будут охвачены практически все основные случаи контактов между финно-украми и булгарами. Кроме одного, пожалуй, случая, о котором, поэтому сразу вбратце и скажу. Речь идет о контактах между булгарами и венграми. Этот контакт имел место еще до прихода булгар на Волгу. И, как считается, он мог начаться еще в районе степей пред Кавказья и пред Черноморья, по-видимому, в середине первого тысячелетия нашей эры. Точность сценария этого контакта остается предметом дискуссий. В общем, больше сотни лет ученые занимаются этим вопросом. Но что здесь можно сказать? То есть, да, во-первых, у нас есть зоны между Черным морем и Каспийским морем, которая является хорошим кандидатом для места, где начался этот контакт между венграми и булгарами. Но, с другой стороны, как мы знаем, в районе 900-го года нашей эры Венгры обрели родину, так называемое обретение родины, в Карпатском бассейне. И этот район также является хорошим кандидатом для места, где, собственно, был еще один контакт между венграми и булгарами. На этих землях ранее существовал Аварский Каганат и союз племен Авар. Авар, по-видимому, по крайней мере, отчасти был булгароязычным. Кроме того, рядом существовала Дунайская Булгария, и верхушка Дунайской Булгарии и Дунайские Булгары также были, разумеется, булгароязычным народом. Соответственно, по всей видимости, контакт начался при Черноморских степях, а затем уже продолжился в Карпатском бассейне. Но детали еще предстоит выяснять. Что касается уже ближе к нашей теме, то очень часто обсуждается присутствие также венгров по Волжу. В первую очередь, у нас есть прямое историческое свидетельство на этот счет, а именно путешествие венгерского монаха Юлиана в XIII веке в Орску Булгарию. И по его свидетельству он там нашел неких венгров, так называемые юлиановы венгры, которые продолжали жить в тех местах, сохранялись и как будто даже сохраняли свой язык. Поэтому, в общем-то, имел бы смысл говорить бы и о булгаро-венгерском контакте в Поволжье. Тем более, что археологически также у нас как будто имеются следы венграх Поволжье. Многие могильники городища булгарского времени археологи традиционно считают мадьярскими. Но поскольку я олимпист и тема у нас основная лингвистическая, у нас здесь ровно одна проблема. Дело в том, что никаких лингвистических свидетельств о контакте волжский, булгар и венгров на территории Среднего Поволжья у нас нет. То есть никаких письменных памятников это само собой разумеется. Ну и, в общем, если бы имело место некое значительное присутствие венгров в Среднем Поволжье, мы бы ожидали, например, заимствования в другие языки, которые мы знаем сейчас. Но таких заимствований в общем-то и нет. Поэтому, возможно, какая-то группа венгров была, но лингвистический свидетельств она не оставила. А что касается венгров на территории нынешней Венгрии, то в венгерском языке многие-многие сотни, сотни-сотни, 400-500-600, может быть, и больше, булгарских заимствований, принадлежащих совершенно разным сферам. В основном, конечно, это социальная лексика, земледелие, скотоводство. Но это отдельная большая тема, которая по своему объему сопоставима с темой контактов в Поволжье. А сейчас мы перейдем, собственно, к лингвистической истории Волгокамья. Здесь хотелось бы начать с некоторого анекдота. Мне приходилось по своей работе и заниматься, и слышать выступления, посвященные соотношению лингвистических и генетических элементов в истории народа. То есть как лингвистическая история соотносится с генетической историей. Потому что мы знаем, что лингвистические общности, например, чувашский язык, булгарская группа, они не всегда однозначно соответствуют генетическим общностям. Как мы знаем, все народы из Среднего Поволжья генетически очень близки друг к другу, хотя многие из них говорят на языках разных семей. В частности, мне приходилось слушать доклад, который постулировал, что среди выборки очень многих семей по всему миру, языковых семей, одна семья, а именно тюркская, имеет такую интересную особенность, что носители тюркских языков имеют свойство приобретать генетические черты тех народов, среди которых они живут на наибольшей степени по сравнению с другими народами. То есть куда тюрки пришли, на тот народ и стали похожи. Другой, еще одна семья, которая демонстрирует похожие свойства, согласно этим исследованиям, это уральская семья. То есть они, в общем-то, прям выделяются на фоне других языков, что не то чтобы у них нет собственного генетического лица, но и тюрки, и уральцы имеют обыкновение очень адаптироваться к ландшафту, в том числе генетически. И тут встает вопрос, что же тогда должно произойти, если тюрки и уральцы встречаются на одной территории. Ну вот, по-видимому, и появляются в таком случае народы по Волжию. То есть это финно-угорские народы, которые подверглись очень сильному влиянию со стороны тюрков, и тюркские народы, которые также, в свою очередь, оказались под влиянием финологов. Вот. Если описывать лингвистическую историю Волга-Камья вкратце, общими мазками за последние полторы тысячи лет, то, скажем, что касается времени до прихода Булгар, по состоянию на середину первого тысячелетия нашей церкви. Преимущественно, регион Среднего Поволжья был населен финно-угорскими группами, прежде всего, как мы знаем, термские, мордовские, морийские. Часто с морицами соотносят также Мерю, и, возможно, также некоторые другие группы. Разумеется, еще были обские угры, вопрос о проживании которых в Поволжье является очень спорным об этом позже. Также, очевидно, проживали группы не финно-угорского населения, в частности, индоевропейского. Есть довольно серьезные свидетельства в пользу того, что в это время и даже позже регулярно в эти места наведывали саланы. Ну и мы совершенно не можем заключать возможность, что здесь же проживали народы какого-то неизвестного происхождения, может быть, от языка которых ничего не осталось, которые принадлежали к языковым группам, которых, собственно, не сохранились. Очень предположительно можно соотносить эти народы с какими-то там названиями в летописях, в хрониках, но о них сегодня речь не пойдет. И дальнейшую историю Волга-Камья можно описать буквально в несколько шагов, если задаться такой целью. Примерно с 8 века н.э. начинается булгаризация этого региона, которая продолжалась вплоть до самого недавнего времени. Под булгаризацией мы понимаем приход в этот регион булгаризащих тюрок. Поначалу их влияние было, скажем так, не очень сильным, потому что они жили довольно компактно и довольно умеренно, скажем так, контактировали с другими народами. Потом с течением времени, скажем так, к X веку и где-то до XIII века, это период наивысшего могущества в Волжской Булгарии. И затем, хотя Волжская Булгария перестает существовать как независимое государство, но где-то до XV века постбулгарские группы, ранние или, скажем так, ранние чувашские группы продолжают оказывать очень существенное влияние на все народы региона. Вот. А, скажем так, остаточно, что касается чуваши и марийцев, это взаимодействие продолжалось вплоть до самого недавнего времени, скажем так, до XIX века, даже позже. В какой-то степени, конечно, есть и сейчас, но, опять же, не об этом речь. После монгольского нашествия, с середины XIII века и в XIV веке начинается копчакизация региона. То есть, как мы уже сказали, изначально мы наблюдаем преимущество наугорское население, поверх него накладывается булгарский пласт, и теперь поверх этих обоих пластов накладывается копчакский пласт, и все народы региона, которые уже существовали, проживали здесь до этого, подвергаются очень сильному копчакскому влиянию. Вначале общему поволжско-копчакскому, то есть неразделенному башкирскому и татарскому, а где-то века, наверное, XVI уже в большей степени татарскому влиянию. Опять же, это влияние продолжалось вплоть до самого недавнего времени. Ну и, наконец, в основном с середины XVI века начинается русификация региона. По-видимому, какие-то контакты с русскими существовали и раньше, вернее, исторически-то мы знаем, что они существовали, но ленивистически, возможно, тоже какие-то заимствия не проникали. Но с середины XVI века начинается массированная русификация региона, которая продолжается в ходе настоящего времени. И вот эти несколько шагов в самых общих чертах могут описать ленивистическую историю ВЛГК. Разумеется, существует много деталей, о которых мы сейчас не говорим. И сегодня мы фокусируемся на только одном элементе этой истории, это булгаризация Волгарского региона, рассмотренная через призму контактов. Булгар и их потомков с финно-угольским населением. Ну и здесь надо, опять же, сказать несколько слов о Поволжье, как зоне контакта между финно-углями и тюрками. Здесь несколько основных шагов. То есть, во-первых, речь идет о практически беспрерывном контакте со времен Волжской Булгарии, то есть как минимум тысячи лет назад и до самого недавнего времени. Как мы знаем, и сейчас какой-то контакт между народами Поволжья существует. И отсюда же просекается следующее свойство, то есть практически вся территория Поволжья у нас является зоной контакта. Очень сложно найти какие-то группы народов Поволжья, которые не контактируют с какими-то другими народами Поволжьями. Очень сильные через Полосица. Иногда по три-по четыре народа проживают в одной деревне. Собственно, вот здесь карта довольно маленькая, но уже видно, что границы между республиками у нас довольно условные. Чуваши, Шатары, Морийцы, Удмурты, Эрзи, Мокша. Все очень любят, скажем так, проживать через Полосицу или смешанно с другими народами. Ну и, разумеется, русские тоже. Более поздние пришельцы в эти места. При всем при этом исследователи отмечают очень высокую интенсивность языковых контактов в этом регионе. И, судя по тем сравнительным, скажем так, исследованиям, которые существуют, даже на общемировом уровне интенсивность контактов в регионе Голго-Урале очень высокая. И если мы ставим перед собой задачу как-то разобраться в истории этих контактов, то мы наталкиваемся на некоторые проблемы. В первую очередь речь идет о недостаточной интеграции разных исторических дисциплин в рамках единого подхода. То есть обычно исторические лингвисты предлагают свою версию событий, археологию другую, историки третью. Генетика, в общем, только недавно начала добираться до нашего региона. И очень редко можно наблюдать, скажем так, реконструкции событий, которые в полной мере, по крайней мере, насколько это возможно, используют данные различных дисциплин. И, конечно, возникает очень большой соблазн попытаться расписать по векам, по различным конкретным территориям, где, когда и как, кто и с кем контактировал. Но основные сложности, если отталкиваться от историко-ингвистического подхода, с которым мы сталкиваемся, это прежде всего сложность выделения конкретных тюркских языков, которые контактировали с винауками. То есть, во-первых, у нас противопоставленная булгарская группа, представленная Болгарским и его потом Камчувашским, и Паволжско-Копчакская группа, представленная, собственно, общим предкам татарского и башкирского, а затем, в большей степени, татарского, ну и на восточной периферии башкирским. Вот. И еще все эти языки имеют диалекты, которые иногда также очень сильно прочитаются и могут быть источниками заимствований в отдельные финногорские языки. И отсюда же проистекают и сложности с хронологией, потому что нам всегда приходится решать задачу, из какого языка произошло заимствование, а уж с этим непосредственно связан вопрос, какое время произошло заимствование. Ну и история наша начинается, по-видимому, не ранее 7 века нашей эры, скорее в 8 веке, когда булгари приходят в Остокамский бассейн. Как я уже сказал, начальным пунктом их путешествия были степи в районе Причерноморья и Прид-Кавказья. И, как полагают историки-археологи, достигнув территории между Волгой и Доном, они начали подниматься вверх по Волге, по левому берегу, пока не достигли Устякаму. И на этих территориях, в общем, в будущем была расположена уже метрополия Волска-Булгарии. Некоторое время Булгария существовала на правах территории, подконтрольной Хазарскому Каганату, но с 10 века ей удалось обрести независимость от Хазарии. И с этим же связано, в общем, наступление расцвета Волгарии как государства и дальнейшей ее экспансии в Среднем Поволжье. То есть, вот, да, пожалуйста, это карта Волска-Булгарии, но здесь речь идет только об основной территории Волска-Булгарии, как ее представляют археологи, по крайней мере, некоторые из них. Как мы видим, основная территория, метрополия Волска-Булгарии занимала прежде всего районы Татарстана, Самар-Стурьяновской области, и также частично Чувашии, Пензенской области, возможно, какие-то куски других областей. Но, что важно, культурное, политическое и экономическое доминирование в Булгарах распиралось значительно дальше этой самой территории. И, как полагают историки и археологи, многие из свинно-угорских народов по Волге находились в статусе федератов по отношению к Волску-Булгарии. Это означает, что они сохраняли значительную часть политической автономии, экономической автономии, хотя и обязаны были платить дань. Часто они выступали в роли некоторых пограничников, но тем не менее. То есть у нас есть метрополия Волска-Булгарии и есть в основном заселенные в Волгарии пограничные территории по всей периферии государства. И, по-видимому, в большинстве случаев, когда мы можем говорить об отношении Булгар и Феннограф в Волску-Булгарскую эпоху, речь идет именно об отношении метрополии и федератов, которые несут военную службу, платят дань и ведут очень активные торговые отношения, взаимовыгодные. Здесь надо еще сказать о том, что у нас практически нет свидетельства военных конфликтов между Булгарами и Феннографами. То есть, как, например, по-моему, верно пишет знаменитый историк-инвист Владимир Нопольский, у финно-угорской верхушки на момент, когда булгары пришли по Ложде, было два варианта. Первый — вступить в конфронтацию и попытаться сохранить полную независимость и, по-видимому, проиграть в этой конфронтации, потому что военные силы были очень неравны. А второй путь был попытаться интегрироваться в новое государство, стать частью новой элиты. И очень разумно большинство групп, говоривших на феннографских языках, предпочли именно второй вариант. У нас есть многочисленные свидетельства о совместном мирном проживании булгарных феннограф как на территории Волгарии, так и, собственно, на окраинах. Не вполне подконтрольных, но находящихся в экономической зависимости. И что касается, собственно, лингвистического аспекта. Итак, если мы говорим о Волжско-Булгарской эпохе, то есть где-то, начиная надежно с 8-9 века и заканчивая не 13-м веком, когда Волжско-Булгария прекратила существование, ну, скажем так, в 14-м, когда многие старые институты и культурные вещи еще сохранялись, то мы говорим обычно о так называемом Волжско-Булгарском языке. Это довольно архаичный язык, который во многом еще близок к протюрскому языку, хотя уже обладает очень многими характерными особенностями. Этот язык известен в частности по отдельным торговым заимствованиям в Волжско-Булгарске язык. Так что торговый имеется в виду, что Волжско-Булгарии и заимствовала слова для тех предметов, которые, собственно, покупала. Например, очень известным заимствованием Волжско-Булгарского языка в Волжско-Булгарском является слово «жемчуг», а также, например, слово «ковер». Другие заимствования в основном также носят такой характер драгоценности, ткани, какие-то ремесленные предметы и так далее. И также Волжско-Булгарский язык известен нам по эпитафиям, которые сохранились только после монгольского времени. Это вторая половина XIII и XIV века. И язык этих эпитафий также отражает довольно архаичную стадию Волжско-Булгарского языка. Я уже сказал о проблемах с хронологией, и, собственно, с этой проблемой мы сталкиваемся все время. Потому что... Тут, да, тут нужно сделать подступление. Соответственно, в XIII веке, в 1936 году, Волжско-Булгария упала под натиском монгол. Прилетать монгольского нашествия, а также череды других катастрофических для региона событий, потому что после монгольского нашествия один за другим пошли походы русских войск, князей, новгородских кушкуйников. И буквально полтора века постоянные разорения, постоянные военные походы соседей на Волжско-Булгарию и вплоть до конца XIV века, когда с опустошительным походом по региону прошелся Тимур-Тамерлан. Все это время, все эти события, они просто радикально перекроили языковую и этническую карту региона. И, как полагают лингвисты, именно на этот период приходится распад многих языков на диалекты, многих языков Волгокамского региона. И, собственно, в этот же период, по-видимому, происходит переход от Волжско-Булгарского состояния к, собственно, Чувашскому состоянию. И здесь возникает та проблема, что подавляющее большинство заимствований Булгарского, Чувашского типа в феногорских языках, они вполне уже могут быть объяснены как ранние заимствования из Чувашского языка примерно к концу XIII-XV веков. И, соответственно, вечные вопросы в этой связи. Можем ли мы выделять, собственно, Волжско-Булгарские заимствования в Негорских языках, то есть относящиеся к Волжско-Булгарской эпохе? Я бы промежуточно ответил на этот вопрос. Да, можем, хотя, очевидно, нужно больше сведений, нужна значительно более интенсивная работа на этот счет. Но в количественном отношении, по-видимому, соотношение, собственно, Волжско-Булгарских и ранних Чувашских заимствований в феногурских языках говорит о следующем. Если Волжско-Булгарскую эпоху, отношения между булгарами и фенограми в основном, скажем так, на теле характер контакта без смешения, то есть это торговый контакт, культурный контакт, экономический контакт, хозяйственный. И в основном, как мы увидим ниже, речь идет о, опять же, заимствованиях торгового, культурного характера, то, скажем так, не только характер, но и колоссальный объем заимствований Чувашского типа в феногурских языках после монгольского нашествия, по-видимому, является следствием демографических процессов, которые произошли в регионе. То есть, по-видимому, нужно говорить о том, что, скажем так, группа булгарского населения в панике начали метаться по среднему положу туда и сюда, оседать здесь и там и смешиваться с феногурскими группами. И объемы контактов в период приблизительно с конца XIII по XV век таковы, что объяснить их без предположения о тотальном смешивании нельзя. Вот. И, да, ну, если возвращаться к, собственно, лингвистическим вопросам, то есть еще такой момент, собственно, сколько диалектов было в олско-булгарском языке, потому что некоторые ученые предпочитают, скажем так, увеличивать число заимствованных, относящихся к, собственно, в олско-булгарскому периоду, а не раннюю Чувашскому, постулируя несколько булгарских диалектов, один из которых якобы уже был близок к современному Чувашскому, но существовал уже в олско-булгарское время. Но это, скажем так, вопрос на данный момент не вполне разрешимым, нужно больше исследований, поэтому, когда я сейчас буду рассматривать конкретные случаи контакта, я буду говорить о контактах между булгарами и Чувашскими и конкретными финно-булгарскими народами, но, скажем так, воздержусь от хронологизации в большинстве случаев, хотя некоторые наметки на этот счет уже делать можно. И, по-видимому, первыми финно-уграми, с которыми встретились булгары на своем пути на север, были пермиане, то есть носители профермства общепермского языка. Еще не разделившиеся пульмурты, коми и коми-зиряне. Вот, ну, скажем так, что касается контакта между булгарами и пермианами, здесь я по большей части разделяю точку зрения, опять же, Владимира Напольских, который цитирует также ряд других археологов, историков, работавших над исторической пермистике. И предполагается, что прародина пермян располагалась прежде всего в зоне средней камы, также, возможно, отчасти верхней камы, но, по-видимому, уже к моменту прихода булгар какие-то группы пермства. Меня слышно? Раз, раз, раз. По-видимому, к моменту прихода булгар какие-то группы пермского населения уже обитали в районе Нижней Камы, то есть именно там, где у нас существовала митрополия Оргарской Булгарии со столицы в городе Булгар. Ну и, соответственно, все другие города, крупные Булгарии, также находились относительно недалеко от этих мест. И предполагается, что уже с самого раннего времени пермское население интегрировалось в состав булгарского общества. И тот же Владимир Напольских высказывает интересное и, по-моему, вполне правдоподобное предположение о том, что степень интеграции пермских, а точнее уже с какого-то момента удмуртских групп в состав Оргарской Булгарии была такова, что, в общем, под булгарами мы можем понимать как, собственно, булгароязычное население, так и удмурттоязычное. Он делает на основании того, что хотя Волжско-Булгария была, разумеется, многоэтничным государством, но внешние источники обычно обращают внимание на конкретные компоненты этнических языковых государств, описывают их, упоминают, но они очень не любят упоминать Чуваший и упоминать удмурт, из чего на польске делают вывод, что, собственно, может быть, поэтому они их и не упоминают, что эти группы составляли булгарскую общность. Ну, опять же, с этим можно в какой-либо сеть не спорить, но версия довольно занятная. И здесь также нужно говорить об еще одном регионе, о регионе, собственно, бассейне Средней Камы, Верхней Камы и Чепцы, где, согласно историческим археологическим сведениям, у нас есть как пермское население, так и булгарское население в Орско-Булгарский период. И археологические памятники несут следы очень интенсивного контакта между булгарами и пермским населением. И, опять же, предполагается, что, скажем так, на северной периферии Ворско-Булгарии существовали отношения такие отношения, где пермское население находилось в статусе федератов. Но при этом, как мы знаем, даже в Удмуртии в XIV веке у нас есть эпитафия, написанная на ворско-булгарском языке, написанная на арабском, но с краплениями ворско-булгарского языка. То есть это XIV век, это где-то в 30 километров от Глазова. То есть это непосредственно знак того, что булгары были прямо там. Ну и, собственно, предполагается, что вся эта территория от Нижней Камы до Верхней Камы, кроме по мнению специалистов занимающихся перелистикой она составляла несколько диалектов континуум общепермский. Ну а затем предки Камы отделились и ушли на север, в то время как Удмурты продолжили поддерживать интенсивные контакты с булгарами и затем с Чувашами. Что касается опять же лингвистической стороны вопроса, я не считал, но те люди, которые считали, утверждают, что у нас существует не менее двухсот булгарских и чувашских заимствований в Пермске. Ну, кажется, эта цифра близка к правдиве, но опять же какие конкретно что? Какие конкретно заимствования? Я сейчас покажу примеры. Да, и также существует небольшой слой пермских заимствований к Чувашскому. Опять же, примеры я покажу не знаю. И что касается возможных хронологических рамок этого контакта, по-видимому можем говорить о контакте начиная от воскобугарского состояния, примерно в девятом веке до условно говоря ранней Чувашского, кто-то это называет среднечувашским, ну, это вот 13-15 века. С этой точки зрения интересно некое свидетельство о том, что и в более позднее время отдельные чувашские группы могли жить по Каме, непосредственным соседствам с Угмуртами, так называемые Камские Чуваши, хорошо известны так называемые Чуваша Арская, под которые часто понимают бессермян, это же опять же очень дискуссионный вопрос, в общем, также существует точка зрения, что почему бы, если источники называют кого-то чувашами, не понимать под ними собственно чувашское население. Если так, то вплоть до 17 века какие-то группы чувашей могли проживать непосредственно близости от Угмуртов, и кажется, что такая версия весьма правоподобна, потому что, как я тоже вижу, многие из заимствований булгарского и чувашского типа в пермских языках, как я уже сказал, довольно сложно по состоянию на сейчас надежно провести границу между волжскоблугарскими и чувашскими заимствованиями, хотя вот некоторые случаи кажутся достаточно хорошими кандидатами на то, чтобы быть в зависимости из лолжского булгарского языка. Ну, например, комиссарианского наследства Чарла, который значит серб, в татарском этого слова нет, и по-видимому, это заимствование волжского булгарского Чарла, который в Чувашском сейчас имеет вид Чурла. Также, например, у нас есть бессермянская Бучон в своих ах. Да, Чурло тоже есть, но и Чурло в Удмуртском это заимствование, по-видимому, уже более позднего периода, потому что, как мы видим, оно уже ближе к Чувашскому. Как мы его реконструируем. Вот. Ну, например, в похожий случай у нас есть бессермянская Бучон и удмуртская по диалектам Бусяно или Бусен, где удмуртская форма, по-видимому, отражает уже более позднее состояние, близкое к Чувашскому. к Чувашскому, кузяно, в то время как Че в Виссермянском, по-видимому, нужно напрямую возойти в Волжско-Булгарскому Бачонарду. Ну, есть еще такие примеры, которые позволяют все-таки утверждать, что контакт с первым населением начался еще в Волжско-Булгарскую эпоху. Но большинство примеров по своей фонетике они были достаточно революционны, то есть отражают более позднюю стадию и большинство таких примеров у нас присутствует только в удмуртском языке, а если они присутствуют в коме-зарианском, в коме-перемятском, то только в тех диалектах, которые граничат с удмуртским, то есть, по-видимому, вещь идет по зависимости из Чувашского в Удмуртский и из Удмуртского далее в КОДБ. Ну вот кое-какие примеры. Соответственно, по своей семантике заимствование с Булгарского Чувашского в Удмуртском довольно разнообразный характер. То есть у нас здесь социальная лексика, земледельческая лексика, термин родства, которые, в общем, предполагают, что, возможно, опять же, у нас было какое-то смешение. Потому что, когда у нас заимствуется термин родства, не только термин, но и, например, СНОХА, у меня Чувашка и Людмурт. Далее, ремесленные термины, например, скатское производство, отдельные предметы, одежды, что еще. Ну вот, да, есть слово дорогоже. Есть довольно сложные случаи, например, есть ветер, который в Удмуртской щи, коми-щи с вариантами по диалекту, который, как кажется, довольно широко распространен в Удмуртском и в коме, но при этом по фонетике он кажется отражающий скорее чувашский, а не булгарский, где мы ожидали бы что-то типа деле. Но такие случаи еще нужно будет внимательно изучать. Да, ну вот тут еще пара заимствований типа седло, лексика комиводства. Ну, это пример из источников, поэтому возможно в каких-то диалектах оказать. Собственно, это что касается булгарских и чувашских заимствований в пермских. Но что интересно, у нас есть кое-какие заимствования из пермских языков в чувашском. И установление места и времени получения этих заимствований в чувашском в общем представляется достаточно загадочным, потому что наиболее пожалуй правоподобный кандидат это собственно регион Нижний Камы непосредственно после прихода булгарного то есть это самые ранние заимствования относящиеся к самому раннему периоду проживания булгарного и собственно эти заимствования видимо через все вовско-булгарское состояние и даже для современного чувашского языка. Хотя возможны и другие варианты мне приходилось сталкиваться с такой гипотезой что какие-то пермские группы могли проживать и на территории современной чуваши соответственно когда началась булгаризация чуваши эти группы были ассимилированы булгарами но кажется все-таки достаточных оснований для такого предположения нет и скажем так пытаясь отрезать необязательные сущности все-таки будем считать что речь идет о раннем контакте в районе между речи Волги и Кан и достаточно интересно скажем так распределение пермских заимствованных чувашском по семантике это далеко не все из них ну минимум 10-20 наверное есть надежных заимствований возможно если искать то найдется и больше ну а то что мы здесь видим это в частности заимствование названия зверей типа лось так животное характерно для лесной зоны в общем неудивительно что степные кочевники которые переселились на севере осилили лесной зоны заимствуют местное население название лося по-видимому заяц является заимствованным пермским чувашском название болотных ягод как например грусника слово для хвой лос в чувашском вот то есть в общем почти всегда у нас да ключо лось есть по-марийски но чувашское значительно ближе удмуртской форме и она не может быть заимствована измарийского языка разумеется все эти формы каким-то образом связаны но скажем так принимая во внимание весь набор доступных нам свидетельств чувашское заимствование не измарийского а из удмуртикого вот и если рассматривать семантику этих слов то о чем может говорить этот набор займств в основном он говорит о том что степные кочевники пришли в лесную зону и собственно учились у местного населения как жить среди лесов среди болот среди хвойных деревьев среди болотных ягод и так далее да то есть речь идет собственно о смене способов ведения хозяйства о смене природного окружения проще всего научиться у местных а не выдумывать самим да и действительно надежным удмуртским заимствованием в чувашском является слово фуганство которое также было заимствовано в царской башкирской вообще очень многие пермские заимствования заимствованные в чувашске также были заимствованы в царской башкирской то есть следующая волна тюркских кочевников осевшая в лесной зоне она ощутила необходимость в этих же словах и их же и заимствовала да опять же у нас в марийском есть стул пикень возможно заимствование из пермских но по фонетике чувашское однозначно выводится не из марийского а из удмуртского вот ну и пожалуй стул это такое редкое культурное заимствование из странугорских языков в тюркске ну не то чтобы редкое таких слов довольно много но вот стул по-видимому кочевникам кочевники не ощущали большой необходимости в студиях да соответственно пукон стул происходит в глаголе пуконы и татарские башкирские дают интересное значение пенек обробок по-видимому в основном чурбаны не используются в качестве стуки а поскольку лесная зона их остатка нету собственно вот поэтому и слово для стула было заимствовано ну далее идем на север еще далее на восток по периферии Волжской Булгарии здесь у нас случай контакта между булгарами и уграми пожалуй среди всех рассматривающих случаев этот наиболее проблематичный по целому ряду причин но для начала надо сказать что историки археологи очень часто когда говорят о средневековой истории Поволжья произносят слово угры но здесь нужно иметь ввиду что по всем лингвистическим свидетельствам никаких единых угров к этому времени уже не существовало то есть мало того что венгры давным-давно существовали как отдельный народ с другим языком ну и ханты и манси тоже уже были отдельными народами и возможно уже даже скажем так членение хантыйского мансийского языков на отдельном диалекте уже успевал начаться вот поэтому когда юрист читает археологический труд где говорит о буграх возникает возникает непонимание потому что с нашей точки зрения этот термин лишен смысла если мы не говорим конкретно о хантах манси или в крайнем случае о венграх другой очень проблематичный вопрос собственно я уже сказал о проблематичности с инвестичной точки зрения пребывания венгров в среднем повозья но и пребывание обских убров ханты манси в роду от урала в районе среднего повозья также очень проблематично есть исследователи которые доказывают что действительно у нас есть свидетельство пользу их проживания в этом регионе но как мне кажется все-таки пока этих средств недостаточно и как я покажу ниже языковые связи обских угров со средним повозьем не то чтобы очень сильные бывают исследования где пытаются найти обску-угорскую топонимику в среднем повозье но опять же кажется все это достаточно пока что вилами по воде и соответственно если и говорить о каком-то контакте булгар и обских угров то нужно ставить вопрос а не могли ли булгары перейти за Урал и собственно общаться там но что точно можно сказать какие-то торговые экономические культурные отношения между булгарами и обскими уграми существовали по-видимому не всегда они были прямыми и даже наверное во многих случаях они были не прямыми то есть через посредства например того же пенсии и собственно вот это достаточно зыбкая почва и по-видимому не самые интенсивные контакты часто не прямые контакты они отражаются и в языке ну вот например есть несколько предположительных заимствований по-видимому из волжско-булгарского в мансийском здесь я цитирую работу Андроша Ронаташа который предлагает считать например вот эти слова волжским булгаризмом в мансийском ну по значению в общем возражений нет это все культурная лексика в частности ремесленная лексика которая очень часто заимствуется в нашем регионе и скажем так и другие заимствовали эти же ровно эти же слова поэтому ничего удивительного здесь нет вот другой вопрос что тот же Ронаташ предполагает что по крайней мере в части случаев речь может идти о заимствовании не прямом а опосредованном ну например вот слово церковь катушка в мансийском вполне вероятно что это не прямой заимствовании ложка булгарского а заимствование ложка булгарского в пермске да у нас есть помизырянское слово то же самое и уже из пермских далее в мансийский вот ну соответственно есть еще кое-какие слова которые могут считаться булгаризмным мансийском но тут еще проблема в не самом удовлетворительном состоянии истории изучения хопско-угорских языков то есть достаточно сложные языки и так много людей не занимается если будет какой-то прогресс в этом направлении то может быть больше заимствий не дастся найти ну и вот я несколько лет назад опубликовал большую статью о предполагаемых булгарских заимствий французском здесь ситуация возможно еще даже хуже потому что у нас есть несколько слов ну по крайней мере несколько слов которые можно считать ворским булгаризмом но в принципе для некоторых возможны насильные толкования позднего чекизма вот я здесь постарался выделить те где все-таки ворско-булгарская версия окажется предпочтительной но опять же это все довольно-таки пока что ненадежно поэтому что мы можем точно сказать мы можем точно сказать что контакты были но они по-видимому не были активными и часто они были непрямыми но лексика волжско-булгарского происхождения волжско-угорских языках есть следующий регион это у нас получается западная периферия волжско-булгарии и как отмечают исследователи разные исследователи это довольно странный случай взаимодействия между булгарами и мордовским населением Эрзи и Мокши при том что мордовск мордовское население очень географически находится очень близко к волжско-булгарии и как мы знаем по истории археологии было вовлечено в культурные культурную сферу сферу культурного доминирования волжско-булгарии на данный момент обнаружено на деление мало булгарских заимствований в мордовских языках вот если попытаться подходить с точки зрения истории археологии то как считается Эрзи и Мокша выполняли функции федератов полжско-булгарии на западе то есть опять же поставляли пушнину мед другие лесные ресурсы также по-видимому выполняли функции целого рода пограничников вот но о сильной интенсивном контакте по-видимому речи не идет ну разве что нам не дастся найти сильно больше связи с заимствами вот ну здесь некоторые примеры булгарских заимствований в мордовских языках из них часто вот например первый случай макшанская аэра холодный пронизывающий ветер считают надежным заимствами ворска булгарского периода мордовских вот ну тут кое-какие еще примеры типа макшанского хаба века также по фонетике по-видимому ранний булгаризм а не чувашизм так я еще приму вот а эти примеры по-видимому уже все-таки отражают более позднее состояние то есть тоже раннее чувашки состояние второй половине 13-15 веков и я бы опять же все-таки связывал усиление контактов между булгароязычными и мордовоязычными группами уже с периода после монгольского нашествия когда булгары начали продвигаться в западном и всех западном направлении и начали контактировать больше с мордовским населением вот и здесь у нас достаточно надежные слова которые по своей фонетике могут быть идентифицированы именно как ранний чувашки ну и позднебулгарский точный терминологический точного терминологического различия к сожалению не существует удобнее всего было бы называть язык 13-15 веков булгаро-чувашским потому что это собственно язык который находится на промежуточной стадии между вовско-булгарским и современным чувашским если бы термин булгаро-чувашкин был бы таким политизированным ввиду так называемой дискуссии о булгарском наследии равно как и термин булгаро-татарский поэтому приходится до поры до времени избегать этого термина и придумывать какие-то странные слова типа ранний чувашский средний чувашский и так далее вот и опять же хотя мордовское население и сейчас проживает чуваши но у нас практически нет мордовских заимствований в чувашском языке ну скажем так одно такое надежное заимствование чувашка название сказочного существа кульбарыш видимым заимствованием макшанского где это слово имеет прозрачную этимологию куль это змея хорош сова но это такой бродячий термин существо вместе с его названием путешествовала по решила переместиться отпутешествовать из макшанского языка в чувашских возможно есть какие-то еще мордовские заимствованы в чувашском но найти их скажем так довольно сложно и наконец последняя зона контакта это булгары и маринцы это тема потянула бы конечно на отдельный доклад существуют разные оценки касательно масштабов этого контакта иногда называют цифру полторы тысячи скажем так самые ранние оценки были в районе двух тысяч потом специалисты сократили эту цифру до полутора тысяч но сейчас как мне кажется уже пора возвращаться к оценке 2000 после переоценки многих моментов по-видимому не менее двух тысяч чувашских заимствований в маринском могут быть идентифицированы они охватывают все слои лексики культурную лексику самого разного типа как я покажу ниже базовую лексику в любом языке и независит культуру что еще важно мы не можем сказать что имел место компактного контакт в одной зоне в один период по-видимому контакт между бугарами и морицами начался еще на поздней стадии воскобулгарского периода и продолжался до самого недавнего времени с другой стороны у нас есть по крайней мере несколько десятков надежных марийских заимствований в чувашском я здесь говорю об общей чувашском то есть во всех чувашских диалектов но кроме того более поздний период значительное влияние марийского языка испытали северные диалекты чувашского языка уже сепаратные кроме того сильнейшее структурное влияние со стороны чувашского законов риски наоборот что такое структурное влияние это не сами слова а то как устроен язык то как устроена его фонетика какими моделями пользуются носители чтобы формировать слова словосочетания предложения в общем скажем так дух языка если выражаться по простому очень похожий конечно знаете о так называемом воскокамском языковом союзе и с этой точки зрения все языки нашего региона очень похожи но и здесь существуют разные степени и степень схожести чувашского нарийского языков иногда поражает и опять же я знаком с некоторыми исследованиями сравнительного характера относительно интенсивности контакта языков вот и согласно этим исследованиям даже на общемировом уровне контакт контакт чувашами и марийцами носит ну практически экстремальный характер это очень сильный контакт в сравнении с кем угодно то есть следующая стадия наверное только ассимиляция только растворение одного языка в другом и в этой точке с этой точки зрения очень правдоподобная кажется уже высказывавшаяся ранее версия о том что по-видимому марийцы находились в процессе ассимиляции со стороны булгар а затем чувашей и по-видимому они находились в шаге от того чтобы полностью раствориться но потом неожиданно в силу каких-то опять же политических демографических социальных процессов ассимиляция резко прекратилась таким образом перед нами вот предстал марийский язык я после окончания лекции пролистаю вопросы и отвечу по возможности вот марийский язык с огромным с кучей заимствования чувашского языка на всех уровнях но при этом сохранивший словик на горском основе относительно небольшой скажем так вот а если подходить ну да ассимиляция действительно ассимиляция горных морей прикатилась только 19 веке похоже на правду если походить к вопросу о контактах между булгарами и марийцами истории археологии то по данным этих дисциплин заселения то есть здесь нужно говорить прежде всего о территории чувашии потому что это наиболее вероятный кандидат на ту территорию где этот контакт дело в том что у нас есть многочисленные свидетельства о том что в древности территория чувашии была заселена на липтинг есть даже гипотеза о том что именно чувашия является прародиной морейцам это только одна гипотез но тем не менее уже это говорит о степени в общем морейского присутствия в чувашии вот по данным археологов собственно булгары проникали в чувашию очень постепенно не сразу то есть скажем так если брать лесостепную юго-восточную часть чувашии чувашия сама по себе маленькая а тут ее небольшая часть ее начали заселять по-видимому не ранее 9 века и можно сделать предположение о том что воск булгарский период как и во многих других периферий районах воск булгария отношения между булгарами и фенобурами здесь на северо-западной периферии опять же носили характер отношений между метрополией и федератом или конфедератом да то есть морейцы жили лесной зоне торговали поставляли кушнину принимали участие в военных компаниях но составляли но сохраняли какую-то степень политической экономической и культурной независимости хотя и находились поле доминированного степла и по-видимому та чувашия которую мы знаем сейчас заселенная практически полностью юго-западной оконечности чувашами это уже собственно продукт процессов постмонгольского времени поскольку по историческим и по археологическим да и по лингвистическим данным не приходится говорить об интенсивной булгаризации чуваши до монгольского времени по-видимому это процесс уже начавшийся в середине 13-го в 14-м и собственно здесь у нас уже получается такая очень дробная сложная картина что у нас по-видимому есть заимствование спра-чувашского промарийский далее про-чувашского отделяется его наиболее особый диалект о котором традиционно в литературе не так много говорят говорят обычно верховом и низовом диалекте у нас есть еще северо-западный диалект чувашского языка который по-видимому отделился от общества во-первых и собственно общий чувашский без этого диалекта был источником заимствования промарийский затем общий чувашский был источником заискновение горномарийский и водовой марийский когда они разделились по-видимому в середине второго тысячелетия и независимо от этого вот этот самый очень особый северо-западный диалект чувашского языка он был источником и в промарийский, и в разделившуюся марийский язык. Кроме того, у нас есть поздний чевашизм в марийском. Здесь правильно написали. Активные контакты между чевашами и марийцами продолжались до 19 века. Ну и по фонетике у нас есть некоторые марийзмы, которые отражают ровно современную чевашскую фонетику, которые, как мы видим, должны относиться именно к этому периоду. Вот здесь, собственно, вот этот курочек. Отмечает некоторую предполагаемую зону контакта на территории Чувашии. То есть мы предполагаем, что некоторые марийские группы были отчасти ассимилированными чевашами, а отчасти, по-видимому, они переселились на другой берег Молки, где, собственно, сейчас находится Мариэл. Вопрос о расселении морей очень сложный, дискуссионный, что первично, что вторично. Существуют споры, где была прородина и так далее, но сейчас не об этом. Почти наверняка был контакт на территории Чувашии, но, возможно, также, о чем я еще не сказал, был контакт на территории Мариэл. Потому что по тем же археологическим данным, после монгольского нашествия, значительную группу булгарского населения нашли укрытие в лесах Мариэл. Довольно долго там сохраняются среды присутствия булгарных. Пока они не были ассимилированы. Довольно очевидно, кем они были ассимилированы, соответственно, теми же Мариэл. Поэтому здесь речь идет о многоэтажном и очень сложном сценарии контакта. Ну, а этот кружочек, это, собственно, примерная зона распространения северо-западного диалекта чувашского языка, который, как я уже сказал, тоже остался в основном на рейском языке. Ну и я не буду здесь переводить конкретные примеры чувашизма к норийскому, потому что если брать культурную сферу, то буквально каждое второе слово возьмешь и будет чувашизм. Если даже не культурную сферу, в крови самой базовой лексики, в общем, очень большой процент норийского сферя имеет чувашское происхождение. Скажем так, в случае чувашского-морийского контакта очень удобен для рассмотрения с точки зрения культурной реконструкции. Чувашские заимствования присутствуют практически во всех сферах марийской лексики. И вот здесь, скажем так, представлены семантические сферы, которые в наибольшей степени были подвержены контакту со стороной чувашского языка. То есть, во-первых, это социальные отношения, более 300, по моим подсчетам, тегов на марийском языке, в том числе политические понятия, религия, мифология, экономика, работа и отдых, термины для семьи и родственников. Собственно, огромное количество чувашских заимствований, в том числе в терминах родства, говорит, поведемо смешение. Иначе это объяснить сложно. Ну и буквально термины, касающиеся повседневной жизни, тоже очень многочисленные. Также очень серьезное присутствие терминов, касающихся архитектуры, то есть как материалы, инструменты, строения, части строений, крепость, город, все, что связано с этим, тоже в очень значительной степени выяснено из Чувашского. Далее, скотоводство, включая коневодство, свиноводство, крупные рогатые скоты, овцеводство, но, разумеется, не пчеловодство, потому что морейцы знали его до этого. И, скажем так, степень влияния булгар, Тувашейн и Марийцев в сфере скотоводства довольно ограничено, потому что еще до прихода булгар на Волгу скотоводческие практики распространялись в этом регионе иерноязычными группами. Первоначально, возможно, даже индоиранскими, а затем иранскими, в частности, оландскими. Какие-то соединения в фенгольских языках есть, в том числе касающиеся скотоводства. Ну и также земледелие и несколько менее интенсивный контакт в сферах ремесла, что достаточно удивительно, у нас есть чувашские заимствования в Марийском для насекомых, зверей и птиц. То есть это дикие животные, которые обычно логичнее было предположить наоборот, что это качевники у нас населения заимствуют. Такие тоже термины есть, заимствованные чувашским из Марийского. Но вот отдельный случай встречается и обратно в заимствовании. Довольно странно, но это говорит лишь о степени контакта. Заимствуется даже то, что обычно не заимствуется. Отдельные растения и даже рыбы, что, опять же, довольно удивительно. Но я проводил некоторые исследования на этот счет и обнаружилось интересная закономерность, что из чувашского в Марийский заимствованы те названия тех рыб, которые предпочитают жить в крупных реках. В то время как рыбы, живущие в мелких реках, в Марийском сохранены исконные названия и в некоторых случаях даже заимствованы из Марийского в чувашских. Вот, по-видимому, это говорит об очень хорошо известной практике, когда оседлое лесное население предпочитает жить вдали от крупных рек, скажем так, на мелких притоках, чтобы обезопасить себя, например, от речной операции. То есть, это просто более безопасный способ существования. Вот, в то время как мы знаем, что булгары проживали на крупных реках и, соответственно, были знакомы с соответствующими делами рыбами, в частности. Вот. И последний в этом отношении случай это базовая лексика, то есть лексика, которая обычно не заимствуется одним языком из другого, хотя, возможно, исключение. И в марийске, в частности, заместил Чувашского название некоторых частей тела, некоторые, опять же, термины природного окружения и некоторые понятия времени. Да, но, опять же, это просто говорит о степени контакта и о том, что марийцы находились в шаге от ассимиляции. Вот. А, ну и возвращаясь, собственно, вот к этому слайду, хотелось бы сказать по поводу названия насекомых, зверей и птиц. В общем-то, только на первый взгляд заимствование из Чувашского марийского выглядит удивительно, потому что, если посмотреть внимательно, то оказывается, что заимствуется все-таки название тех животных, которые являются не лесными, которых ты встречаешь в лесу, когда прогуливаешься, а важные для хозяйственной деятельности человека, связанные с городской культурой, с сельской культурой, то есть с человеческими жилищами. Ну, там, не знаю, муха, сверчок, домашние, по сути, домашние насекомые, вредители сельского хозяйства, да, по сути, это культурные понятия, а не просто предмет ландшафта. Вот то же самое касается зверей и птиц. Казалось бы, феногорский язык не должен заимствовать из тюркского названия птиц, потому что, в общем, они ему были уже известны, если эти птицы уже обитали в этих местах. Но заимствовались как раз в те термины, которые актуализировались в связи с сельским хозяйством, то есть с земледелием и скотоводством. Вредители или, наоборот, полезные виды. Ну и что касается морейских заместных Чувашков. Существует миф об огромном количестве морейских заместных Чувашков. По-видимому, так говорить пока нельзя, потому что значительная часть таких якобы заимствований не имеет собственно морейской этимологии. Скорее, скажем так, принадлежит к некоторому неясному неизвестному источнику. Но по крайней мере несколько десятков морейских слов были заимствованы в про-чувашский, в общий чувашский, то есть существует во всех диалеках. И, как правило, это названия, относящиеся к лексике природного окружения. Ну, например, названия муравья, бабочка, отдельные птицы, примеров больше, чем приведено здесь. Ну и, например, отдельные термины, связанные, собственно, с обитанием в условиях, географически-климатических условиях Среднего Поволжья. например, слово лучше в чувашском по-видимому является надежным зависимем из морейских языка. Но, что здесь даже более интересно, интересно в этом отношении не только морейские лексические зависимы, то есть слова проникшие чувашские языки, но структурные черты, о которых я уже заговорил. Дело в том, что в исторической лингвистике существуют определенные закономерности, то есть судя анализируя два языка и их контакт с точки зрения лингвистики, мы можем делать предположение о том, как протекал их контакт. Ну, например, если один язык заимствует из другого огромное количество лексики, мы как минимум можем предполагать культурное доминирование, а если количество этой лексики превышает все разумные пределы, то можем говорить о том, что по сути один народ ассимилирует другим. Вот. С другой стороны есть еще есть свои закономерности, касающиеся структурных черт, то есть, как нам уже сказал, духа языка. вот. И здесь нужно говорить о субстрате, то есть, мы можем достаточно надежно утверждать, что в Чувашском есть морийский субстрат. И когда субстрат это некая основа, когда некая группа населения растворяется среди пришельцев, но при этом оставляет какой-то лингвистический след. Не обязательно этот след должен выражаться в словах. Он может выражаться, например, в особенностях произношения. Здесь наиболее яркий пример это, собственно, фонетика Чувашского языка, где у нас существует такое интересное распределение вариантов согласных звуков, когда у нас в начале и конце слова не бывает звонких согласных. Наоборот, между гласными у нас бывают только звонкие согласные, по некоторым исключениям. Очень похожая картина, также предполагающая наличие распределения вариантов согласных в зависимости от положения в слове наблюдается и в морийском языке. Естественно, и полагать, поскольку эта черта не характерна для чужских языков, что какие-то группы морийцев усваивали чувашский язык, переходили на чувашский язык, но отчасти сохраняли свое родное произношение. И таких примеров можно привести еще много. Скажем, что не во всех случаях направление влияния, например, фонетических систем, то есть произношения, очевидно. В части случаев можно говорить о чувашском влиянии на систему звуков морийского языка. но и на уровне произношения, и на уровне способов образования слов, составных слов, словосочетаний, предложений, то есть синтез. Это взаимовлияние очень сильно и, скажем так, как морийское влияние с точки зрения структуры немного оторвало чувашский язык от остальных тюркских языков. Так и чувашское влияние сделало морийский язык практически тюрским во многих отношениях. Понятно, что он становится тюркским, но иногда как посмотришь на то, как он себя ведет, то есть он практически очень-очень-очень похож на тюрский. Ну, собственно, на этом пока все. Если будут вопросы помимо тех, которые уже заданы, которые я сейчас постараюсь ответить, если пойму, то постараюсь ответить. И, пожалуйста, задавайте еще вопросы, если вы одни. Был вопрос про этимологию русского ковер. Разумеется, это не может быть из-за английского ковер покрывать, потому что слово известно древнерусской эпохи. Также для него предполагалась славянская и европейская этимология, очень странная от слова ковать, как кажется, очень плохая этимология, ковер от ковать. Из всех конкурирующих этимологий связь с булгарским словом, которая выглядела на раннем этапе, видимо, как-то типа кевир, потом кевир предпочтительное условие. Что вы можете сказать об этногенезе бессерменов? Да, ну, это вопрос, который следовали неоднократно историки, артеологи, лингвисты, и существует легенда, не легенда, но широко распространено мнение, что бессермяне являются потомками ворска булгар, скажем так, обумуртившиеся булгары, еще ваши. Существуют какие-то свои агменты в эту пользу, но я скажу с точки зрения лингвистики, кажется, присутствующий здесь Руслан Педрисов писал диплом на эту тему, в котором он выяснил, что практически нельзя говорить о том, что в бессермянском диалексе кубмурского языка в большей степени выражен булгарский элемент по сравнению с другими кубмурскими диалеками. То есть с точки зрения лингвистики говорить о какой-то особой булгарскости бессермян не приходится. Разумеется, булгарское влияние было сильным, но оно также было сильным и на другие варианты удмурского языка. Я вот не знаю, мне отвечать по порядку или нет. Читатель утверждает, что я представил чувашско-центричный подход в рассмотрении взаимоотношений кубмурских языков и позднего булгарского языка. Существуют ли в лингвистике другие подходы? Ну, здесь такой момент, что, поскольку лекция научно-популярная, я представил какой-то минимум который мы сейчас могли рассмотреть, но, разумеется, когда мы определяем направление заимствования языка в язык, мы не просто так говорим, что это слово заимствовано из чувашского удмуртский, а это из чувашского. Мы рассматриваем большой набор свидетельств. Когда мы говорим, что некоторое слово заимствовано из удмуртского, из лошко-булгарского, например, или из раннего чувашского удмуртского, это как минимум значит, что у нас есть свидетельства после того, что лошко-булгарское слово имеет хорошую тюркскую этимологию, то есть оно существовало задолго до контакта, в то время как удмуртское слово мини-хорошей измуртской этимологии. Соответственно, оптимальным решением в этой ситуации является предполагать заимствование из лошко-булгарского и из лошко-булгарского. Когда у нас есть обратная ситуация, мы предполагаем заимствование, например, из лошко-чувашского. Поскольку, скажем так, я не знаю, 50% науки составляет метод или больше, но без метода науки не бывает. Поэтому мы ограничены методом, а не произвольной интерпретациями. Соответственно, мы проводим анализ, анализируем весь комплекс доступных свидетельств, применяем метод, и потом делаем это. Соответственно, то, что я сейчас представил, оно отчасти, значительной части представляет некоторый консенсус, который существует, скажем так, среди специалистов, занимающихся историй среднего Павла уже. В каких-то моментах отражает некоторые модификации, которые, как я предполагаю, нужно ввести в эту концепцию, но это еще значительной степени вопрос будущих исследований. Но в целом, в общем, то, что я писал, это консенсусные вещи. сейчас написали были некоторые вопросы вверху. Стараюсь сейчас пройти. Спасибо. Теория возможной ассимиляции на примере горных морей. Я не понял вопроса. Если возможно, переправни вернуть, пожалуйста. Другой вопрос. Не отырмянивалась ли часть булгар? Вполне возможно, почему нет, учитывая, что, как мы знаем, на территории расселения пермян пребывало в улгарском населении, довольно значительное время оно там жило. Потом оно исчезло. Возможно, отчасти оно отсчезлилось. Но, разумеется, в какой-то степени оно и растворяло среди местного пермского населения, которое преобладало в числе. В общем, ничего странного в этом нет. Да. Вопрос Копчаки это кто? Копчаки это группа тюрков, в частности, если мы говорим о языке, это группа Копчаки языки, это подгруппа тюрских языков, которые представлены на целом ряде языков таким как казахский, а в регионе Палурге представлены половина Копчакской группы, а именно татарами и башкетами. И хотя существует разное предположение о том, могли ли некоторые тюрковские группы находиться на периферии Волжско-Бугари и Монгольский период, но значительную роль в лингвистической истории региона Копчаки начали играть уже после монгольского нашествия, когда эти группы переселились в наши места. запись будем надеяться будет. Я просто попрошу на фон-экадемии отсигналить мне, когда мы будем прекращать наш вебинар, а пока если еще есть вопросы, то я отвечу. Вопрос слышно меня, да, наверху, чуть выше, верьял это потомки Мари или в большей степени Булгар, чтобы подумать. А, понял, понял. Ага, сейчас. Да, был вопрос о том, верьял это потомки Мари или Булгар. Здесь нужно такой момент учетить. Что такое потомки? Гринвистический верьял это потомки Булгар. Какими-то краплениями мимоязычными, в том числе фенограф. Если мы говорим о генетике, как я уже сказал, с точки зрения генетики все народы по Лозе очень сильно похожи друг на друга. И, более того, если мы говорим о генетике, например, татар и чувашей, генетические в подавляющем большинстве это народы, имеющие восточноевропейский генетический профиль. То есть хорошо известно, что ближайшие родственники чувашей генетические это марийцы, татары и русы. То есть насколько известно, иногда какой-то, скажем так, сибирский, восточно-азиатский компонент в генетике тюрков-поволжья выделить можно. Но в целом он довольно небольшой. Но в целом можно вполне надежно упоминять, что генетически тюркские народы, которые не так давно в церковной перспективе пришли в Поволжье, генетически они уподобились финно-горскому народам Поволжья. Поэтому, когда я представляю какой-либо сценарий с точки религинистике, речь идет о лингвистике. Генетика это совершенно другой вопрос и она дает и другие ответы. В частности, в этой связи вот эту общую генетику чувашей и финно-угров, притом отражающую скорее восточноевропейский пофиг, а не какой-нибудь там сибирский центральноазиатский, откуда собственно тюрки пришли, он говорит, его приходится интерпретировать только следующим образом, что первоначально как вначале булгары, так затем и копчаки, копчаки, татары, башкиры, они представляли собой довольно немногочисленные группы, но кочевников обычно и не бывает, очень уж сильно много, так удобно, нужно всех прокормить и так далее, а особенно женщин, детей с собой везти, то есть во-первых, они представляли свои немногочисленные группы, и когда они пришли на территорию Среднего Положья, то они прежде всего распространяли свое культурное влияние на окружающие народы, и эти народы принимали их языки. Генетически, я думаю, что те же чуваши это значительной степени финно-угры, перешедшие на язык болгарского типа. Ровно то же самое касается и татар. То есть генетически вообще существует такая закономерность, что все народы похожи на народы, с которыми рядом живут. Если бы у нас здесь вопрос очень кстати, лингвистика или генетика определяют этническую ментальность. Если бы у нас этническая ментальность определялась генетикой, то ни чувашей, ни морицах, ни татары, ни узмуртик, ни дали никого бы не существовало. Потому что генетически таких ясных границ, как и сейчас есть, не существует. Этническая ментальность определяется самосознанием, то есть я чуваш до тех пор, пока я считаю себя чувашом. Если я не буду считать себя чувашом, я не буду чувашом. А в этническом самосознании ключевую роль играет язык. То есть на эту тему есть хорошая научно-поправляемая лекция, например, от Олега Балановского. Формирование этнической ментальности генетика вторична по отношению к инвестиции. То есть он приводит такой хороший пример, например, каким образом генетика вторична по отношению к линвистике. Что мы склонны заключать браки с людьми из нашей или близкой к нашей общинам, потому что мы говорим с ними на одном языке. То есть из-за того, что мы лингвистически с ними близки, мы увеличиваем нашу генетическую близость. То есть именно лингвистическое взаимопонимание, формируют генетические популяции. Но, разумеется, это все очень нестрого. То есть строго соответствия между лингвистикой и генетикой нет. Что касается вириал, я более чем уверен, что в значительной степени это феногры, в частности морийцы, перешедшие на тюрский язык. Но я думаю, что несмотря на мой фенотип, и я в значительной степени это феногры, перешедшие на тюрский язык. Потому что генетика свидетельствует именно об этом. Я недавно делал генетический тест свой, который, собственно, показал, что сибирских генов у меня где-то 2%, 92% это европейские гены, из них около 80% это восточноевропейские гены. так что если мы говорим генетические, то все народы по Ложье, независимо от того, на каком лицо они говорят, очень-очень похожи на грудь. генетические генетические тесты бывают разными, но бывают скидки обычно, я не знаю, я просто живу сейчас в Германии, поэтому могут быть разные цены, но, насколько я знаю, по скидкам в России где-то за 6 тысяч рублей бывают в тестах. Может быть и дешевле бывают. Да, тут еще был вопрос касательно современного состояния, ограничивается ли все только влиянием русского языка или какие-то другие процессы тоже идут. Ну, я думаю, что сейчас уже все ограничивается по-русски. Если моя бабушка повладела татарским как родным наряду с чувашским и русским и совершенно нормально было на уровне поколений наших дедов говорить на нескольких языках повладели одновременно, то сейчас русский язык, конечно, вытеснив все и говорить о каком-то значительном контакте между разными языками повладели, исключая русский, особо не приходится. Про эрозиан генетически детали не знаю, но в целом то же самое население восточной европейской разнины, те самые финоугры, я думаю, и русские тоже. Собственно, русские повладели также очень генетически близки народным прогнозам. В соцсетях я, если что, есть на русском языке, означает ли доминирование русского языка, что общение между финоугорскими народами принялся доминирующий посредник. но если финоугорские народы общаются друг с другом на русском языке, очевидно, ровно это и означает. Больше ничего означать и не можете. Какие-то еще вопросы сейчас будут напечатаны, очевидно. Руслан Идрисов вопрос есть. Потом есть продолжение вопроса о роли русского языка как посредника английский. Вот это вот английский стал посредником в общении с финнами, венграми и эстонцами. Здесь или это еще? Здесь да, ну надо просто сейчас я хорошо еще сделаю такое. А, вот вижу, да-да-да. Ну да, английский вообще не с финнами, венграми и эстонцами. Даже не знаю, с чего начать. Начну, например, с лингвистического вопроса. существуют ли какие-либо лингвистические предыстории по Волжу. Данные такие, конечно, существуют, касающиеся топонимики, но здесь такой момент, что чем дальше глубь истории мы идем, тем меньше у нас данных и тем более эти данные не найдут. Ну, скажем так, можно, конечно, говорить о волжско-булгарском времени. У нас есть булгарская топонимика в период в Волжской Булгарии. Если идти дальше, предполагается, что помимо различных уральских групп, у нас есть, конечно, различные пеногольские языки, зоны топонимики, которые различаются, посвящены множеству исследований. В частности, Матвеев изучал уральскую топонимику восточную Европу. Тут же на польских какие-то комментарии по этому поводу давал. Сейчас я знакомился с комментарием по поводу морийской топонимики. То есть, если углубляться в детали, то мы обнаружим картину, когда различные теногорские народы занимают местами не те территории, которые занимают сейчас, то есть постоянные миграции. Ну, например, пермское население в Мариэл, то есть по-видимому предшественники Мариэл. Я в свое время такую забавную вещь подметил, что если отталкиваться от опыта предыстории, то мы заметим, что морийцы пришли на место пермцев, чуваши пришли на место морийцев, татары пришли на место живашей далее и так далее и так далее. Вот. И так можно застать по кругу. Соответственно, финногорская топонимика дает нам сведения о миграции финногорского населения предыстории в последние тысячи лет. Ну и довольно, скажем так, не то чтобы сомнительная, но ненадежная тема это индоевропейское присутствие в Поволжье. Дело в том, что с древнейших времен предполагается, что средняя Поволжье представляла собой периферию индоевропейского мира. То есть предполагается, что здесь могли быть какие-то индоиранские группы. Существует гипотеза о присутствии Балтского, иногда даже Слаганского, иногда Балт-Слаганского в разных населениях. Приходилось даже слышать о том, что какие-то германцы здесь могли быть, но это кажется уже довольно маловероятным в силу географических. Скажем так, когда археологи подходят к этому вопросу, они очень любят привязывать конкретные археологические культуры к тем или иным народам. Считать, что вот эта культура у нас балтская. Но при этом собственно лингвистических сведений на этот счет у нас нет. Речь идет только о материальном свойстве. Поэтому с точки зрения лингвистики, да, безусловно, у нас есть иранское присутствие поможье, как минимум, позднее иранское присутствие, аланское, древнеосетинское, которое продолжалось, по-видимому, вплоть до Борско-Булгарского периода включительно. Сведения еще довольно надежные. первого тысячелетия нашей эры и до второго тысячелетия нашей эры Аланы наведывались. Но до этого традиционно считается некоторые ранние иранские группы или даже индоиранские группы могли, если не обитать, то по крайней мере очень сильно влиять на этот регион. А с другой стороны также балские компоненты. Но поскольку я сам этим вопросом не занимался, я не готов делать на такие, скажем так, весьма ненадежные пока что темы каких-либо значительных выводов. Может быть, когда-нибудь руки дадут и позанимаемся этим вопросом. Соответственно, чем позже время, тем больше у нас данных и тема ненадежных. Александр, наверное, из больших вопросов это все. Из таких концептуальных остальные я думаю, что можно задать вам лично. Да, вот. Спасибо большое. Прекрасный доклад. Уверен, что всем было очень интересно. Очень расширяет наши горизонт представлений. о том, как народы взаимодействовали, языки взаимодействовали. Очень полезно было. Большое спасибо. Большое спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.